Отец Дмитрий, здравствуй. Добрый день. Рад поговорить с тобой на ты. Поговорить о том, что интересует современного человека, чтобы узнать, интересует ли это тебя современного священника. И говорить мы будем про отпуск. Замечательная тема. Не чувствую искренности. Замечательная тема. У людей глаза загораются. У священников не бывает отпусков? Нет, у священников бывает отпуска в соответствии с трудовым кодексом. Тридцать или сорок пять дней, я уж не помню. На самом деле, ты в отпуске как-то... Дело в том, что, поскольку основное место моего послушания – это духовные школы, мой отпуск начинается с окончания со студенческими каникулами. И длится на протяжении студенческих каникул. Это не значит, что два или два с половиной месяца я ничего не делаю. Но, тем не менее, для меня какая-то грань начала и конца отпуска, она стирается почему-то. Вот в силу этого. Поэтому... А скажи, бывает ли отпуск у монахов? Ну, ты все-таки белый священник, а вот есть монахи, они живут в монастыре. У них тоже есть, наверное, какой-нибудь трудовой кодекс? Или, я не знаю, у них бывает отпуск? Не, ну, насколько мне известно, да, то есть монастырь, он отпускает монаха, может отпустить монаха, скажем так, в отпуск. Вот, допустим, практика Святой горы Афон, насколько мне известно, раз в год монах может на месяц уйти со своего монастыря, но не покидать Святую гору. То есть он может совершать паломничество по монастырям Святой горы. А то, я думаю, их просто натурально отпускают, ну, там, в город... Ну, я не могу точно сказать про Афон. Вот то, что слышал, да, вот то, что мне рассказывали, да, вот месяц он может совершать паломничество по монастырям. Ну, все-таки это разнообразит как-то жизнь человека и такое внутреннее отдохновение, да. То есть если человек засиделся на одном месте, ему необходимы какие-то впечатления новые, вот, то он может пройтись по монастырям, приложиться к святыням, помолиться. Все-таки это как-то разнообразит жизнь и доставляет какое-то внутреннее психологическое удовлетворение и разрядку. Вот. Что касается, допустим, практики нашего монастыря, Троицы Сергиевой лавры, опять же, врать не буду, насколько, ну, допустим, месяц есть у монастыров отпуск, и в это время они могут поехать или к родителям, или в паломничество по другим монастырям. Вот. Ну, то есть, да, отпуск есть. Отпуск есть у монастыров. Чем ты занимаешься в отпуск? То есть, каким образом ты разнообразишь свою жизнь? Ну, наверное, как и у любого человека, мы с супругой, с детьми навещаем своих родных, то есть, к бабушке, к дедушке, на дачу. Вот. Ну, и стараюсь хотя бы на две недели, раз в год съездить или в горы, вот, или в лес. То есть, то, что называется активный вид отдыха. А по поводу неактивного вида отдыха, достаточно много людей предпочитают такой растительный вид. Типа пляжный отдыха. Да, то есть, сон, завтрак, сон на пляже, обед, сон, пляж, ужин, сон. То есть, как я отношусь к этому? Ну, судя по всему, по факту ты к этому никак не относишься, но, в принципе. Ну, каждому свое, каждому свое. Видимо, у людей хватает впечатлений острых. Вот, за время года им просто хочется полежать, чтобы их никто не трогал. Тогда, наверное, это замечательно. То есть, лучше не найдешь, чем на шезлонге, вот, лежать. Слушай, как же, как же мне там, не помню, как такой вид отдыха это называется? Огуречки? Нет, нет, нет. Тюлени, нет, нет, нет. Там такое слово интересное было. Ну, в общем, то есть, каждому свое. Если человек действительно отдыхает, вот, проведя две недели на пляже, вот, под звуки дискотек, потом среди массы народа, то замечательно. Вот, лично я, я не могу отдохнуть. Для меня это просто смена картинок. Спустился я в Москве в метро, везде люди-люди. Выехал я на пляж в Турцию или в Крым, или, не знаю, в Анапу. Меня, опять же, люди окружают. Те же самые впечатления точно так же, ну, вот, рецепторы засорены, да, рецепторы души, они, то есть, фильтры не очищены. Вот, для меня настоящий отдых, это когда внутри нет абсолютно никаких впечатлений. Вот, а это возможно только... Горы. Когда, да, есть физическая нагрузка. Вот, ты 8 часов идешь, ты преодолеваешь какие-то препятствия. Единственное, о чем ты думаешь, это о том, как бы, вот, растерить спальник, да, лечь и заснуть. Вот, и внутри человек очищается от всех впечатлений, и действительно, ну, для меня это очень благотворно влияет на внутреннее состояние. Вот, на душевное состояние, в первую очередь. А скажи, ты в отпуске остаешься священником? Ну, то есть, по внутреннему ощущению какому-то? Ну, ты идешь в горах, навстречу еще кто-нибудь, и у тебя есть там рефлекторное желание там благословить? Ну, то есть, ты действительно видишь себя священником? Ну, слава богу, что у меня и сейчас нету такого рефлекторного желания кого-то благословить, кто идет навстречу. Ну, я стараюсь оставаться священником. Что значит быть священником в отпуске? Это значит оставаться добрым христианином, то есть, значит, выполнить свои священнические обязанности, если это будет необходимо, даже вот в экстремальных условиях, безусловно. То есть, я стараюсь не приступать к каких-то нравственных норм, просто уставах христианской жизни. То есть, да, я думаю, остаюсь священником. Остаюсь, если попросят меня исповедовать, причастить, я это сделаю. А какой самый ужасный был отпуск в твоей жизни? Самый ужасный отпуск? Это, наверное, все те разы, когда мы выезжали на море, и я на пляж ужасно обгорал. Вот это самый страшный момент для меня, потому что абсолютно не могу рассчитать точное время, сколько мне нужно лежать на солнце или сидеть на солнце. Наливаю на себя кучу крема, но иногда не помогает. Зачастую пляжный отдых для меня, может быть, поэтому именно я его так не люблю, он превращается для меня в такую вот муку. А скажи, отдыхать следует с семьей, с родными, или лучше одному? То есть, ты говорил по поводу смены впечатлений. Все-таки, если с семьей ты регулярно и вместе с ними выезжаешь куда-то, это маленько не то же самое, когда ты один по лесу идешь. Ну, здесь, наверное, зависит от ситуации, от той атмосферы, которая царит в семье. Как-то получается, что мы с женой договариваемся, она понимает, что мне нужно на неделю или на две недели сходить в горы, допустим, или в лес. И она уважает это желание и не чинит никаких препятствий со своей стороны. Но, тем не менее, нужно и с семьей какое-то время проводить, потому что дети, нужно о детях заботиться, о жене заботиться нужно. Ну, здесь вот в чем смысл? То, что пока один хожу, да, но скоро, надеюсь, когда сын подрастет, дочка подрастет, я смогу их брать с собой. И это, опять же, создает некое единство между родителем и детьми. Но, безусловно, нужно семье посвятить какое-то время и с семьей выехать на тот же самый юг, на море. Чтобы обгореть там. Да, и я героически приношу эту жертву. А скажи, есть ли какие-нибудь православные виды отдыха? Ну, потому что то, о чем ты говоришь, это достаточно... Ну, здесь мало православного, здесь человеческое все. Слишком человеческое. Ну, что значит православные виды отдыха? Вот я не знаю. Я хотел бы узнать, есть ли что-нибудь такое. Ну, у нас православие все-таки развивается в сторону какой-то субкультуры во многом, закрытой достаточно. Ну, там какая-то православная мода, православная еда, православные клубы. Ну, я по своему опыту, по моему суждению, несовершенному, православие не может быть формой какой-то. То есть православие может быть наполнением. Следовательно, можно взять любой вид отдыха, там, пляжный отдых, походы в горы, да, пусть это будет поездка по различным местам, вот, и наполнить это православным содержанием. Ну, допустим, вы идете в поход, утром вы читаете молитву, вечером вы читаете молитву, да, перед едой, после еды. Все, уже поход православный, потому что собрались православные единомышленники. Изобретать для этого какие-то специальные формы, называть это православный поход в горы, я бы не стал. Я хочу с тобой в поход. Пошли. Пошли. В разговорах, но ты был священник Дмитрий Борисович со своим отношением к отпуску. До встречи в горах. До встречи в горах. Счастливо. До встречи в горах.